Издательство Эксмо. Мария Воронова. Эхо первой любви. Когда выпадает снег, в Петербурге по вечерам становится тесно и уютно, как на чердаке в старом доме. Темное, затянутое облаками небо висит низко, а серый снег кажется паутиной и вековой пылью, и даже яркие фонари не могут развеять мглу, освещая лишь пятачок пространства вокруг себя, будто свечи или керосиновые лампы. Солнце в это время года заходит рано, а луну или совсем не видно, или можно только угадать по неясному пятну света на пелене туч, окутывающих город. Темно, мрачно, немного жутко. И в то же время ясно, что ничего плохого с тобой не случится до самой весны. Зиганшин припарковался возле старинного здания с высокими узкими окнами, и, подойдя к входным дверям, взялся за массивную латунную ручку. Потребовалось довольно много сил, чтобы открыть тяжелую дубовую створку. Перед тем, как войти, он посмотрел вверх. Многие из окон уже погасли, но в нужном ему горел тусклый казенный свет. Макс, стало быть, работает или просто сидит в кабинете, потому что дома его никто не ждет. Миновав суровую бабку-вахтершу, Зиганшин сочувственно вздохнул. Он приехал к Максу Галербаху за индийским чаем, купленным его родственниками на какой-то ярмарке специально для друга. Конечно, Мстислав Зиганшин мог бы сам приобрести себе сколько угодно чаю любого качества и фасона, но мысль, что у него есть приятели, которые думают о нем во время семейного выхода за покупками, мол, а давай-ка возьмем пакетик для Мити, была чрезвычайно приятна. Макс сидел за столом, погруженный в работу, но, увидев на пороге Зиганшина, обрадовался и вскочил. — Как хорошо, что вы сумели выбраться, — сказал он, коротко и сильно пожимая приятелю руку. — А я уж боялся, что не застану. — Что вы! Я каждый день сижу допоздна! Макс с улыбкой показал на свой стол, заваленный бумагами так, что монитор сжался на самом краю, как бедный родственник. Когда уходил из частной клиники, боялся, что у меня окажется слишком много свободного времени, но, слава богу, обошлось. Зиганшин развел руками, мол, у увлеченного человека всегда найдется чем заняться на рабочем месте. Странно, он вроде бы одинаково приятельствовал с Максом и с его двоюродным братом Русланом Волчеткиным, но с тем, мол, нееносно перешел на «ты», а с Максом так и застрял на уважительном обращении. — Кофе? — Галербах, не дожидаясь ответа, включил чайник и стал сервировать крошечный журнальный столик, притулившийся возле окна. Зиганшин огляделся. Максимилиан, высокий костлявый мужчина примерно его лет, был очень некрасив, но резкие неправильные черты завораживали и притягивали, как картины Пикассо. Споря с безжалостной природой, Макс пытался выглядеть нарочито аккуратно и консервативно, был всегда безукоризненно одет, тщательно выбрит и стильно подстрижен. Зиганшин помнил, что при знакомстве профессор Галербах произвел на него впечатление невероятного зануды, а уважение и симпатия появились много позже. Кабинет оказался под стать хозяину. Благодаря старинному высокому окну или строгим книжным шкафам или плакату, выполненному на пожелтевшем от старости ватмане и повествующему о каких-то сложных мозговых процессах, сразу становилось понятным, что здесь занимаются серьезной, хоть может быть и старомодной наукой. И если не отвергают сходу смелую гипотезу, то обязательно приводят ее в приличный и подобающий вид, прежде чем явить миру. В углу стояла рогатая вешалка, тоже, судя по медным шишечкам, старинная, на которой в строгом порядке располагались модное кашемировое пальто и идеально выглаженный двубортный медицинский халат, тоже слишком консервативный для современного доктора. Зиганшин, войдя, небрежно бросил свою куртку на спинку стула, а теперь встал и повесил ее так, чтобы влажные от снега рукава не касались халата. На обратном пути он замер у книжного шкафа. Стена в простых офисных обоях, жиденькая дверца с расшатанным стеклом, крышки книг, солидные кожаные фолианты с золотым тиснением, демократические академические клинкоровые обложки советского образца и броские новые издания, стоящие вперемешку и неровно, втиснутые между томиками блокноты и стопки исписанных листков. Все это так не было похоже на аккуратиста Макса и почему-то представилось Зиганшину настоящим сгустком мудрости, от эманаций которого он и сам, кажется, немного поумнел. «Можно?» – спросил Зиганшин, показав на шкаф. «Конечно, пожалуйста!» – кивнул Макс с некоторым удивлением, поскольку раньше приятель не давал повода подозревать в себе книголюба. Осторожно отворив хлипкую дверцу, Зиганшин извлек из плотного ряда книг старый томик в хрупкой картонной обложке с обтрепавшимися углами и быстро его пролистал. Вдыхая еле слышный аромат пожелтевших страниц, он вдруг пожалел, что не было в его жизни науки, карпения над книгами и жадного изучения какого-нибудь предмета от самых истоков. «Я же был не дурак», – подумал Стислав Зиганшин в приступе светлой грусти по-незбывшемуся. «И любопытный парень. Не гений там какой-нибудь, но башка у меня варила. Даже завуч прочила мне карьеру ученого, несмотря на все хулиганства. Но любовь победила во мне тягу к знаниям и покатилась». «Школа милиции вместо универа, звание вместо степеней, в принципе, неплохо, но иногда грустно». Увидев, какую книгу Зиганшин держит в руках, Максимилиан улыбнулся и заметил, что чутье товарища не подвело. Он взял с полки «Лучшее руководство по психопатиям», написанное за последние сто лет. И хоть издана книга была в 30-е годы 20-го века, до сих пор остается актуальной. До недавнего времени автор книги был для профессора Галербаха непререкаемым авторитетом, но сейчас его мировоззрение стало меняться. «Понимаете, Мстислав, — продолжал Макс, отвечая более собственным мыслям, чем собеседнику, — когда я окончил учебу в институте, то приступал к работе с довольно стройной конструкции знаний в своей голове. Схема, система, называйте как хотите, но мне казалось, что почти на любой вопрос можно найти ответ и к каждому случаю подобрать соответствующее лечение. Потом в силу разных жизненных обстоятельств стал осваивать психотерапию, и тут тоже у меня все улеглось в логические цепочки. Но чем дальше я работал, чем глубже погружался в свою специальность, тем больше появлялось разных непонятных вещей, которые подтачивали и размывали все мои постройки. В результате теперь я растерян, наверное, даже сильнее, чем когда после института пришел в интернатуру. Между тем, как моя ответственность стала неизмеримо больше. Мстислав Юрьевич нехотя признался, что с ним происходит то же самое. «Наверное, это кризис среднего возраста», улыбнулся он. «Вот именно!» с жаром подхватил Макс. «Всем нашим мыслям и делам можно найти какие-то лекала. Разве это правильно?» Зиганшин укратко взглянул на часы и сказал, что не знает. Неожиданно ему стало хорошо и уютно в этом старом кабинете, где, казалось, даже стены и обстановка насквозь пропитались умными мыслями. Он почти забыл, каково это сидеть с приятелем, никуда не спешить и обсуждать что-то, не касающееся работы. А уж такого, чтобы друг делился с ним своими переживаниями, просто так, без расчета, Мстислав Юрьевич и не припоминал. То ли от природы, то ли после того, как первая любовь Лена не дождалась его из армии. Но, вступив во взрослую жизнь, Зиганшин стал замкнут и нелюдим. В служебных делах, проявляя нужную степень общительности, он к себе никого не подпускал и, состояв в превосходных отношениях с коллегами и деловыми партнерами, внутренне оставался совершенно одинок. Даже с сестрой Наташей и с матерью не откровенничал, несмотря на то, что очень их любил. Когда Наташа трагически погибла, он сблизился с коллегой Лизой Федоровой, ее мужем Русланом Волчеткиным и с Максом. Но, все равно, эта дружба носила с его стороны какой-то покровительственный характер. Он опекал беременную Лизу, помогал Руслану в некоторых житейских делах, но сам старался выглядеть в их глазах уравновешенным и самодостаточным человеком, уверенно справляющимся со всеми трудностями. «Наверное, это неправильно», подумал Зиганшин с неприязнью к себе и внимательно посмотрел Максу в глаза, загадав, что если приятель продолжит свою исповедь, то еще не все потеряно. «Я тоже терял смысл своей работы, а потом со временем налаживалось все. Как, знаете, при генеральной уборке. Сначала все перемешивается и сваливается в одну кучу, а потом порядка становится больше прежнего». «Диалектика». Зиганшин нахмурился, вызывая в памяти рудименты философских знаний, которыми был снабжен в школе милиции. «Дискретность и континуализм. Этот, как его, скачок». Макс с улыбкой покачал головой. «Вы безусловно правы, но чем глубже я погружаюсь в свою специальность и чем больше приобретаю опыта, тем иногда... Яснее мне становится, что мудры были люди в те времена, когда роль психиатра и психотерапевта исполнял приходской священник», продолжал Макс задумчиво. «Хотя вам, наверное, эти все мои метания кажутся дурью и мракобесием?» «Нет, что вы!» замотал головой Зиганшин. «Очень интересно. Возьмем книгу, которую вы держите в руках. Очень грамотное описание психопатии. Ну и что дальше?» «Получается, если ты родился психопатом, неизвестно, кстати, по какой причине, то обречен на определенный жизненный сценарий и круг этот никак не разорвать? Или взять антисоциальных психопатов? Что ж поделаешь, раз тебе досталась такая психика, то ты обречен совершать преступление, стало быть, не ты виноват, а природа? За что тебя судить? Что тебе не повезло с генетикой?» Зиганшин только пожал плечами. Он не вникал в подобные тонкости, считая, что обязан ловить преступников, а дальнейшую их судьбу пусть определяет суд. Но действительно, среди правонарушителей попадались такие, чью логику и мотивы бывало трудно, а то и невозможно понять. Вот видите, заметив, что чашка гостя опустела, Макс снова поставил воду кипятиться. Неразумнее ли считать, что Бог дал каждому из нас то, что дал, плюс еще свободу воли? Что мы, несмотря на раздирающие нас противоречия и низкие инстинкты, можем найти в себе стойкость Духа поступать правильно? Не все способны управлять собой и не всегда понятно, как именно будет правильно. В общем, даже довольно редко бывает, что это ясно сразу, вздохнул зиганшин. Поэтому люди из древле просили помощи у высших сил, помолился, отдал себя в руки божественного провидения и вроде как легче на душе. Чайник сердито булькнув отключился и Макс сделал еще по чашке кофе. Зиганшин не особенно любил растворимый, но прилежно пил, чтобы не обижать хозяина. Пожалуй, единственное, что я твердо понял за годы работы, это что человеческая психика бездна. В буквальном смысле бездна и пытаясь ее изучить, мы только проваливаемся все глубже и глубже, увязая в паутине ложных смыслов и никогда не обретем в этом бесконечном тоннеле точку опоры. Да, но и Бога нам тоже познать не суждено. Макс покачал головой и нахмурился. Было видно, что эти горькие размышления давно его занимают. И все же есть разница, сухо сказал он. Познавая человека, мы стремимся вглубь, а познавая Бога ввысь. Зиганшин рассмеялся. А как-то получается из ваших тезисов, что человек равен черту. Не то, чтобы я спорил с этим постулатом, но все же... Макс фыркнул и заметил, что когда занимаешься пустословием, всегда приходишь к какому-нибудь дурацкому и неожиданному выводу. Простите, что нагрузил вас своей жалкой схоластикой? Я ни с кем это не обсуждал, но найдя в вас такого приятного собеседника не удержался. Неожиданно для себя Зиганшин решился. Тогда я вам тоже кое-что про себя расскажу. Это такой вроде психиатрический момент, поэтому даже не буду просить вас никому это не передавать. Разумеется, Максимилиан внимательно посмотрел на собеседника. Врачебная тайна нерушима. В общем, я вернулся когда из армии. Все вроде было хорошо и много лет меня не тревожили ни сны, ни воспоминания, а потом вдруг совершенно внезапно, без каких-то, как говорится, провоцирующих факторов, меня накрыло. Это случилось на Петроградской стороне, на Большой Пушкарской. Я увидел взвод солдат, марширующих в баню, и даже не могу передать толком, что вдруг со мной произошло, словно все годы, прожитые после возвращения, вдруг в одну секунду пронеслись сквозь меня. Или, вернее, ударили под дых, так что я охнул и согнулся. Слава Богу, я был один, и никто не увидел моей слабости. Потом такие штуки начали повторяться, и самое мерзкое, что я никак не мог это заранее предвидеть. Допустим, батальную сцену в фильме я смотрю совершенно спокойно, а потом вижу ботинки своей дамы, думаю, что они похожи на берце, и надь, пожалуйста. Любая мелочь могла вызвать этот кратковременный, даже не знаю, как назвать, страх, не страх, ужас, не ужас. В общем, как оргазм, только наоборот. Жуткое чувство, что я жив, когда 15 лет назад должен был умереть. А в чем это выражалось внешне, осторожно спросил Галербах. Сердцебиение, тошнота, нет, ничего подобного. Просто острейшее изумление, как я прожил 15 лет. Естественно, я, как любой уважающий себя псих, отрицал, что у меня комбат-стресс, и никакому там врачу идти не собирался. Беспокоило только одно. Не помешают ли мне эти штуки сохранять спокойствие в опасной ситуации? Но, к счастью, выяснилось, что в острые моменты на меня не накатывает. Я приловчился сдерживать свои реакции, когда это происходило на людях, но однажды все же оконфузился. Повел свою тогдашнюю даму в кино, причем не на военный фильм, а специально взял билеты на сопливую комедийную мелодраму. Сижу себе такой, расслабился, ни с какой стороны не жду подвоха и романтически держу девушку за руку. И вдруг на экране собака проползает под забором, ну и все. В общем, я стиснул руку своей спутнице так, что она заорала на весь зал. Слава богу, пальцы ей не сломал. Но она оказалась адекватным человеком, не стала доискиваться, что со мной не так, и спасать меня от меня же самого, а просто сказала, что я придурок и бросила меня. Только тут я сообразил, что надо что-то делать. Стал думать, как бы так аккуратно сходить к психиатру, чтобы на службе никто ничего не узнал, а пока собирался, неожиданно для себя самого оказался в церкви. Как-то ноги сами принесли. И нельзя сказать, чтобы я истово молился, или сильно просил Бога о чем-то, или даже просто верил, что он мне поможет. Да и в самом деле, на что ему спасать такого негодяя, как я? Просто постоял, бабка какая-то на меня цыкнула, чтобы я шапку снял, я снял, постоял еще немного, да и пошел домой. А через несколько дней мне приснился покойный отец. Знаете, я редко вижу сны, а тут вдруг так ясно, будто на его. Он меня обнял и сказал, Митя, ничего не бойся. Я проснулся, стыдно сказать, весь в слезах, и больше никогда у меня этих штук не случалось. Макс задумчиво смотрел на него, и только когда Зиганшин пожалел, что так не кстати разоткровенничался, тяжело вздохнул и заметил, что можно, конечно, эту ситуацию разложить сообразно законам психологии, но все равно это ничего не объяснит. Потом, осторожно подбирая слова, заметил, что все же комбат стресс является одним из немногих состояний, которые неплохо поддаются терапии, и что он готов Зиганшину помочь всем своим профессиональным опытом. Но после того, что я сегодня от вас услышал, рассмеялся Мстислав Юрьевич, так лучше мы с вами вместе в церковь сходим. И то правда, но если серьезно, вы всегда можете обратиться ко мне с любой проблемой. Психотерапия, конечно, дело мутное, но, как говорится, если в это не веришь, еще не значит, что оно не работает. Мне кажется, Господь мог бы сказать нам то же самое, буркнул Зиганшин и поднялся. Пора было ехать забирать маму с детьми из театра. Спускаясь по широкой мраморной лестнице с выщербленными ступенями, он крутил на пальце пакет с чаем и немножко досадовал о том, что рассказал Максу свой секрет. Но в то же время на душе стало удивительно легко, как не бывало очень давно. Наверное, там максу то максу максу моста и максу ك Продолжение следует...